Хотя мне понравился результат, в общем, как самой методике, я довольна осталась. Потому что, в общем, для меня это самое главное, как прикрепленный объем, это значит, что рецидива не будет. Если мы добились его, и в течение года уже есть стойка ремиссия заболевания, то значит, что этот объем будет держаться достаточно долго, и ничего не произойдет. Ну, если там, конечно, кирпич, и так далее, какие-то другие нюансы на голову. Экзогены. Экзогены. Ну, не можем гарантировать рамных зубов в свете каких-то других происшествий. Поэтому, вот это тоже метод, который мне бы хотелось вам предложить для использования. И даже, в общем-то, и целом, он и в области имплантата будет работать. Потому что он создает самое главное, он создает прикрепленную десну. Говоря о пластике в области имплантата, конечно, вы должны всегда помнить все те же методики, ну, как крональное смещение, латеральное перемещение можно применять, можно карман применять, да, по-родски. Но вы всегда должны помнить, что питание зоны, в которой вы работаете, лишено периодонта, лишено надкосницы, лишено ткани зуба, прогонтального комплекса. Конечно, конечно, зуб, он сам по себе, как живой орган, поддерживает, да. Ну, конечно, вот, а в области имплантатов мы кладем наш бедный десневой свободный трансплантат на поверхность металла и ожидаем только чуда, чтобы следствия надкосичного лоскута хватило, чтобы поддерживать его питание, да, и так далее. Поэтому, конечно, в первую очередь вертикальные разрезы, если это тонкий биотип, нужно иммунизировать, чтобы не создавать дополнительные какие-то проблемы с восстановлением кровоснабжения и так далее. Остальные методики все имеют место для применения. Горатья романолоску просто, потому что множественные рецессийные импланты, только я никогда в жизни не видела. Ну, то есть я не видела, может быть, так подряд поставленных, как кнопки. Ну, я видела, как-то картинку, по-моему, на Фейсбуке, когда вот так вот от 11 до 18 стоят формирователи Десны, каждый зуб в восстановленном имплантах. Между прочим, знаете, даже не говоря ничего о докторе, есть пациенты, которые просят заместить каждый зуб. Каждый зуб, когда зубы. А если не говорят, может быть, там у меня трех, два, шестерку. А я видела такую работу. В шестом три имплантата. Хоть мне три. Три, у меня три видела. У меня просто приходил пациент, я когда, он сделал оптопантомограмму, я только сказал, а у него переимплантит был. А они же все к парадонтологам сваливаются. И он ко мне пришел, а я не понимаю, что мне ему сказать, почему. Я говорю, а вы знаете? Он говорит, а я знаю. А мне доктор сказал, что зуб уже был трехкорневой. Там два вот так. А один посередине. В общем, поэтому, конечно, всякие чудеса бывают. Такое иногда бывает, да. Для этого есть показания. 13 мм мезиодистальное расстояние. На работе приступает девушка, доктор, пожалуйста, я не могу отпускать. И коронка сделана другим образом, да. А там и пол, и здесь опустил. И цементная фиксация, да, доктор? Я говорю, доктор, пол может быть просто поставил в дисталь, не посередине, а при приступлении коронки к плечу. Ее ничего не беспокоит, у нее все отпускает? А, если у нее переимплантиты там нет, только славу губу все находит. Все, смешно. У меня была история. Ко мне приехала пациентка от доктора, с которым я много лет работаю, ортопед. И она говорит, вы знаете, у меня гной из-под Дисней идет гигиенист, сказала. Там, где имплантат, я тебе говорю, открывайте рот. Надавила, точно, литр просто гнейщик. Я говорю, ну что, давайте я запишу, надо открывать это все, чистить, смотреть, что там. Я приготовилась к такой большой хирургии, там, кости, мембрану, все мы разложили с ассистентом. Я начинаю обрабатывать ультразвуком просто в области коронки. Оттуда выбивается вот такой огромный кусок цемента. Я открываю лоскут. Там идеальная кость, идеальный стоит имплантат. Ничего там нет. И вот он, этот кусок цемента, дал вот такое нагноение огромное. Я такое вообще в жизни увидела своей, но я так за нее порадовался. Я ей все зашила, сказала, что вообще счастливый человек у вас все замечательное. Живите дальше хорошо. Ну, вот такое бывает. Опять же, причина была в чем? У нее нет прикрепленной десны. То есть, зуб удален был еще давно. Истончение, это нижняя челюсть в области премоляров. Это, как правило, те зоны, когда прикрепляются мышцы в этих местах. Натяжение сильного ткани. И у нее была флотация десны от стенки просто каломки. Плюс вот этот вот кусок цемента там лежал. И вот это все выдало вот такую вот картину клиническую. То есть, не всегда это большая хирургия. Вот она такими малым вмешательствами. По поводу обработки поверхности имплантата. То есть, вопросов здесь очень много. Я, когда была в Милане, как раз в последний раз. Доктор продемонстрировал бор. Знаете, как собственного изготовления. Он как корчетка на кончике. Как еще? Корчетка, металлическая. Чтобы счистить вот этот смазанный слой. Вот он с такими как... Ну, вот как будто много-много проволочек собрали, да? Вместе завязали в узел. И вот такой шарик из этих вот прутиков торчит металлический. Я подходила, трогала его. Да. Он жесткий. И вот он им чистит имплантаты при операциях на переимплантиты. Ну, вот. Тоже... Я, честно говоря, хлоргексидином обрабатываю. Я обрабатываю ультразвуком. Я считаю, как бы, что это правильно. Сглаживаю. 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 И такие, и такие... На самом деле, если такое воспаление ужасное, там уже повреждена структура поверхности. И имплантаты. Я тоже так считаю. Я тоже так считаю. Потому что, да, у меня уже тоже такая... То есть, по-моему, задача сделать, по типу, таких же существующих моделей имплантатов с полировой. Да, да. Ну, так вот. Селекты, да, были с полировой. Ну, их много там всякие. Еще какие-то всякие фирмы. Просто мы как-то традиционно Нобелем работаем. И в Петербурге, я так понимаю, самый большой конгломерат любителей этой фирмы. Ну, вот поэтому... Селекты, да, были... Ну, это неплохое, между прочим, решение, когда избегают костной пластики. Почему нет? Ну, во-первых, не всем ее можно. Да, есть пациенты, которым она противопоказана. Есть пациенты, которые не хотят делать костную пластику. Кто-то не хочет ждать. Потому что, ну, сколько, минимум, да, 9 месяцев нужно ожидать, чтобы двигаться дальше в каком-то направлении. То есть, я думаю, что, конечно, это связано и с временными рамками, и с нагрузкой, и с физиздоровьем. Поэтому любое решение, позволяющее иммунизировать и получить желаемый результат, почему нет? Так же, как применение твердой мозговой оболочки при, да, как пластического материала, при рецессиях, тоже все оправдано. Если она действительно, она клинически дает плюс ткань. И ничего с этим не сделать. Она и на животных, экспериментально доклинически. Она у всех дает плюс ткань. Но вот почему ее не использовать? Ее единственная особенность при применении, ее обязательно закрывать полностью с лиственным кастичным лоскутом. Ее нельзя оставлять контактировать с полостью. Да, потому что она погибает. Иначе сразу она растворяется. А так все остальное, то же самое, как с трансплантатами, тоже при бережном обращении они работают. Хорошо, при небережном, да, все это умирает. Не останавливайтесь на достигнутом. Мой первый трансплантат умер в жизни. Это было давно, здесь в первом году. Я знаю почему, ошибки как бы уже были проанализированы. Но я вас просто настраиваю на то, что это сложный достаточно может быть путь. Хотя мне как-то одна девушка на слышу сказала, что я очень все усложняю. Мне так не кажется. Это все-таки область знаний, да, любые зубосохраняющие операции, регенеративные. Разрушать все легко. А вот создавать... Пациента, вот я всегда им на консультации говорю, вы теряли свое здоровье 20 лет, да, там 15 лет. Да, 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 именно в этом суть-то вопроса. Завтра мы с вами встречаемся, с кем мы встречаемся, будем обсуждать переимплантную зону, всю от воспаления до атрофии, как работать, что делать, все методики разберем, посмотрим клинические случаи. Пластику на ФДМах, на имплантатах посмотрим. И в третий день воскресенья мы будем обсуждать все космопластические мероприятия, которые можно проводить, да, просто как обзор такой, да, всяких разных методик. Чего-нибудь попробуем покрутить, поделать, просто посмотреть как. Я покажу интересные просто работы, которые отличаются, возможно, от того, что вы видели, в принципе, не привязанно к чем это делается. Даже покажу в сравнении, потому что у меня есть некоторые работы на одном и том же пациенте, сделанные разными материалами, да, и как это выглядит через какое-то количество, там, энное лет. Ну, это к нашему с вами дискуссию, да, все на материале. Да, я хочу теперь вопросы от вас. Да, вот при пластике, там, верхней ткани, по поводу курения, если пациент делает... А, ну вот, мы обсуждали, вас не было, да. Если пациент курит, то ему надо сократить количество сигарет, и в день операции он не курит, да.